В этих местах не часто встретишь постороннего человека. От деревни до деревни 5-7 километров. Между ними глухой лес, озера, болото и железная дорога. Но вот уже несколько дней, квадрат за квадратом, здесь проверяют вооруженные люди. Отряды ОМОНа ищут следы террористов, причастных к подрыву поезда «Невский экспресс». Пожалуйста, есть какие-то результаты? Литературный штаб. Где сейчас подрывники и кто эти люди, точной информации до сих пор нет. Взрыв был устроен по аналогии с действиями чеченских боевиков, которые уже взяли на себя ответственность за теракт. Четырех кавказцев или цыган видели в этом районе за неделю до крушения экспресса. Однако в розыск объявлена другая подозрительная троица, появившаяся в соседних деревнях буквально за пару дней до взрыва. Ориентировки на пожилого мужчину в рыжем парике, девушку и 30-летнего мужчину в белой рубашке и пиджаке разосланы во все отделения милиции. Во все организации, обслуживающие железную дорогу, также ведется опрос ближайших населенных полков, пунктов, которые прилегают к месту совершения ДТА. Поселок Хмелевка находится примерно в километре от места взрыва. В этом заброшенном доме, по неофициальной информации, некоторое время скрывались подрывники. На втором этаже, якобы на соломе, была их лежанка. Но местные жители ни в Хмелевке, ни в соседней Ерзовке никаких странных приезжих здесь давно не видели. В соседней поселковой администрации говорят, что трех подозрительных людей на джипе действительно видели в поселке Лыкошино. Они выглядели странно и ни с кем не общались. Фоторобот одного из них и словесные портреты двух других у милиции есть. Но пока поиски безрезультатны. Нет, никого тут чужих не было. Я всем, что закрываюсь, я живу, ребятки, одна. Никто не стучался, никто не проходил тут. Я бы, хоть бы, кто бы стукнул в окошко или это. Елена Михайловна, ставшая случайной свидетельницей страшных событий, несколько дней провела в доме без света и стекол. Только сейчас к ней снова возвращаются привычные удобства. Поздно вечером, 27 ноября, прямо перед ее окнами, с рельцев сошли три вагона Невского экспресса. Вскоре в крохотный дом пенсионерки стали приводить окровавленных людей. За проявленное мужество и помощь при крушении поезда единственную обитательницу бывшей железнодорожной казармы наградили знаком «Почетный железнодорожник». Когда подъехали на скорую помощь, туда уже люди ждали экстренной госпитализации, они уже ждали транспортировки в больницы. Мы направились непосредственно в эпицентр событий. Там, конечно, и погибших там было значительное количество, и людей, которые ждали первой медицинской помощи. Самых тяжелых вертолетом доставили в Москву, в НИИ, из Крифосовского. На месте теракта уже ничего не напоминает о трагедии. За два дня здесь постелили километр нового железнодорожного полотна и заменили опоры. На соседней станции разбитые вагоны спрятали от посторонних глаз. Обновленный Невский экспресс продолжает курсировать по своему маршруту без изменения в расписании. Сергей Поляков, Андрей Курочкин, Георгий Сарсеков, Инфокс.